и снова здравствуйте с вами Алексей Рябков Лилиана Стрельцова мы возобновляем наш проект который вот мы с удовольствием делали несколько лет назад трамплин проекта психолога и мастера цельских практик для того чтобы показать широту отходов инструментов которые помогают сделать вашу жизнь лучше более насыщенной более красочной более комфортной более счастливой более счастливой и сегодняшний трамплин мы хотели бы начать с такой может быть сложной темы вот но она жизненно важная жизнеутверждающая когда мы оказываемся в сложные ситуации которые нас будто бы жизнь не готовила таких ситуаций на самом деле достаточно много которых мы оказываемся которых нас не готовят но хорошему нас готовят а вот сложным ситуациям мы как будто бы вот оказываемся наедине с этими переживаниями вот конечно есть какие-то ритуальные истории которые якобы помогают это все прожить но давайте взглянем на этот процесс психологические и теоретические позиции да и найдем вот тот путь который даст вот эту опору эти сложные ситуации ситуациях связанных с потерей близких когда приходит их время они покидают эту жизнь и оставляют нас в наших переживаниях надо сказать что это все равно стресс что это прям серьезный стресс даже если мы как будто бы уже подготовили к себя мысли об этом да если бы даже ментально это все приняли даже если вот это но часто бывает что даже этого тоже нет это случается неожиданно вот был человек он заполнял какое-то пространство жизни и он пропал из жизни и конечно это стресс стресс достаточно сильный человек мне кажется в этом стрессе может естественно таком процессе пробовать года два даже или три когда вот естественно по чуть-чуть выходит из этого состояния мои наблюдения что на практике я сталкиваюсь такими ситуациями что психика блокирует эту боль как будто ограждает каким-то вот этим вот вакуумом будто бы ничего не происходит как будто бы это может отрицать это отказываться принимать все нормально я даже не слезинки не проронил но это где-то внутри сидит и когда будто бы сил человека становится достаточно он оказывается наедине вновь с этими ощущениями не начинает эта боль выходить чем самом деле быстрее мы процесс к нему подготовимся тем наверное мягче пройдет но опять же тут нет таких общих рецептов они все будут для каждого человека свои но при этом важно вот это проживание и отпускание человека готовность принять что мы все ходим под богом и человек свои задачи реализовал который должен был реализовать в этой жизни силу того что я много лет занимать целительством у меня конечно очень сильно поменялась парадигма отношения вообще к жизни и к смерти для меня смерть является таким же важным жизненным процессом как и все остальные то есть смерть это часть жизни и за ней нету пустоты то есть вот целительстве мы опираемся все-таки на то что есть переоплощение что душа вновь находит свой путь вновь оставляя вот это тело эту жизненную ситуацию она уходит в новую жизнь рождается снова в другом теле да с другими уже есть ситуация с другими родителями и вот этот процесс смерти это скорее как завершение переход на следующий этап да и важно помочь душе этот путь до конца пройти потому что у нас оказывается много каких-то незавершенных дел недосказанных историй какие-то обиды накопившиеся и очень важно вот эти моменты если они не были досказаны хотя ну вот то есть надо пользоваться и досказывать они не копить этот груз каком-то смысле нужно его досказать нужно договорить да свои обиды высказать потому что обиды это наши какие-то нервизованные ожидания мы находимся в них а потом в этих обидах нам трудно любить нам трудно проявлять любовь нам трудно принимать любовь и вот этот накопившийся ком эмоций конечно нужно отпускать ну и позволить себе соединиться с той бессознательной частью в которой находится эта боль потому что этой боли может быть прям много и она неосознанная она не связана с ментальными какими-то процессами да то есть просто переживания которые какую практику ты посоветуешь вот чтобы с вот этой частью непринимаемой в которой прячется боль соединиться и прожить ее ну здесь есть масса моментов да если прям сложные переживания то лучше сразу и обращаться к специалистам потому что боли может быть много да это объем боли вот на 2-3 года по количеству в целом это вначале разрешить себе принять негативные переживания обиды злость раздражение то есть все те эмоции эти переживания которые блокируют естественный путь проживания эмоций что мы обижаемся мы злимся мы не позволяем себе обижаться злиться еще не дай бог мы начинаем обижаться на себя а я мог что-то сделать а я мог что-то вот как-то повести себя по-другому и было бы по-другому к сожалению упущенных возможностях не было бы вот продолжительное наблюдение за этими процессами она говорит одну и ту же историю что уход человека наступает тот момент когда он сам к этому подошел когда его душа оказалась вот вновь в этом выборе что теперь надо готова конечно важные моменты вот этого жизнеутверждения что жизнь видеть вновь краски жизни начать радоваться это то что может вот продлить жизнь человека но если душа решила уходить ее получается уже ждут какие-то процессы там заготовлены то мы уже не в силах этому препятствовать это остановить смерть это продолжение жизни и уже продолжать свой путь уже в новых обличиях говоря про переживания которые свои после смерти но во первых нужно помочь душе завершить свой путь и завершить все процессы которые могут удержать это деланные дела не дать не завершены какие-то диалоги какие-то недосказанные моменты то что оставляет душе находиться рядом с нами еще какое-то время то есть даже на физическом на бытовом плане там помочь завершить какие-то процессы договоренности сделки ну мы может быть все равно эти вещи чувствуем когда душа находится в нашем поле находится рядом хотя физически человека уже нет и с каких-то своих переживаниях мы боимся из набора стараемся удержать душу не отпускать ее и так делать не надо нужно наоборот ей помочь завершить все свои истории да в том числе со своими близкими отпустить отпустить благодарностью с прощением с любовью вот отправить душу дать ей уйти в новый путь вот этим новым окореленным потенциалом потому что вот наблюдая эти процессы видно что смерть это не последняя остановка это даже не страдание для многих загнанных болью болезнями жизненными ситуациями это освобождение то есть человек вот в этом переходе из жизни в смерти перед новой жизнью он не чувствует боли он чувствует скорее какое-то эмоциональное облегчение но поскольку нас не очень готовят к этому да мы не умеем не знаем как себе вести в этих моментах важно до завершать истории важно прощать важно прощаться важно до бояться любить не бояться любить своих близких вот не бояться своих переживаний боли не бояться своих переживаний любви открываться им и будто вот внутри нас уже сидит вот этот внутренний огонь до дать ему высвободиться когда оказываешься вот в этих переживаниях да нужно выбрать время позволить себе открыться слезам этой боли да немножко вот поберечь себя да но тем не менее все равно открыться через это принятие вот что ты уязвим в этом тебе болезненно что тебе это важно ты позволяешь прожить эту историю и отпустить ее до конца но видеть в этом все-таки свет жизни давать себе близким тот огонек что здесь не прекращается на этом не для чек который ушел не для тех более кто остался тот кто ушел он точно хотел бы чтобы жизнь продолжалась чтобы близкие были радостные были счастливы закончилась для него но не для других это сложный момент я надеюсь что те слова поддержки да те элементы практик про которые мы говорили они дадут импульс кому-то сложных ситуациях проститься попрощаться и оставить вот этот светлый теплый след в своей душе но и не стесняйтесь обращаться к специалистам которые безусловно вам помогут да например к мастеру целительских практик алексея рябкову или психологу милиане стрельцовой спасибо всем кто был с нами до встречи пока и